Лабытнанский полицейский в рамках профилактической операции «За здоровый образ жизни» проводит рейды по местам ночного отдыха молодежи, а также в усиленном режиме патрулируют городские улицы. Цель проверок – выявление нетрезвых граждан. Наша съемочная группа присоединилась к экипажу ППС и выехала на ночное дежурство. Об итогах расскажет Светлана Кель. Внимание патрульных привлек этот мужчина, бесцельно блуждающий по ночной улице. Подозрительного прохожего инспекторы попросили предъявить документы. Как выяснилось, в Лабытнанге молодой человек приехал в гости к своему товарищу из поселка Котровож. Немного выпили, говорит он, после чего решил посмотреть окрестности города. Поздние прогулки взрослых у нас законом не запрещены. Только вот появляться в общественном месте нужно в трезвом виде. В то время, пока пеший патруль оформляет административный протокол на нарушителя, второй наряд отправился на вызов. С переправы поступило сообщение, что возле КПП находится сильно выпивший мужчина. Где проживаешь? В данный момент. Ну, да, давайте в данный момент. В данный момент сделаем. Простой вопрос загнал мужчину в тупик. Более того, он даже не мог понять, с какой стороны реки сейчас находится. Для установления его личности правоохранители предложили ночному гуляке проехать в отдел полиции. Почему-то задержанный был уверен до последнего, что стал участником какого-то реалити-шоу. Что удалось? Сколько выпили сегодня? Я вас поздравляю. Сколько выпили спиртного? Рейтинг ваш поднялся. Да мы не за рейтингом работали. Да я знаю. А за что? Конечно за рейтингом. Ну а куда вообще собирались? Куда направлялись? А вы зачем это спрашиваете? Ну интересно. Конечно, для рейтинга. Все, вам все удалось. Сейчас замечательно. Такие удивительные экземпляры в ежедневной работе патрульных скорее норма, чем исключение. За ночь признали сотрудники. И не такое увидишь и услышишь. У нас в городе много людей, которые приехали на работу вахтовым способом. Но сегодня мы видели, что человек не ориентируется в городе совершенно. Думает, что находится в городе Салихард. И не может понять вообще, как он попал сюда. Но сейчас будем выяснять, кто он, откуда он, как нам попал. И довольно часто такие случаи. Особенно в вечернее время, на выходные. Ну а как они вообще адекватно реагируют на замечания сотрудников полиции? Ну адекватно не всегда получается. Разговоры у нас редко получаются. Потому что мы понимаем друг друга. Хотя пытаемся быть вежливым. Чтобы человек понял, что от него хотят. Доходчиво объясняем все. Ну результаты вы видели. Светлана Келькирилл Семетеев. Программа «Время местное».